Аграриям Костанайской области выплатили положенные субсидии на сумму свыше 92 миллионов тенге. Ранее в управлении сельского хозяйства фермерам отказали в выплатах. Они не были согласны с решением и отправили жалобы в департамент агентства Республики Казахстан по делам госслужбы. Сотрудники департамента расследовали заявление и выявили нарушения у соответствующего органа. Подробности дела узнавала наш корреспондент. Из государственного бюджета ежегодно выделяются средства для финансовой помощи физическим и юридическим лицам. В отличие от других видов материальной поддержки, субсидии выплачиваются на определенную цель. Фермер из Костанайской области планировал на выделяемые из госбюджета деньги купить элитные семена. Однако выделение субсидий ему было отказано. Крестьянин обратился за помощью в департамент агентства по делам госслужбы. В застегший период 2024 года в департамент поступило шесть жалоб на управление сельского хозяйства и земельных отношений. Из них по двум восстановлены права, двое находятся в производстве и по двум доводы не подтверждены. Четверо фермеров получили долгожданные выплаты на общую сумму свыше 92 миллионов тенге. Жалобы агрария внимательно рассмотрены с проведением проверок в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акимата области. Итоги оказались однозначными. Нарушения выявлены, отказы признаны необоснованными. По итогам проверок виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, специалисты отметили затянутые сроки рассмотрения заявок соответствующим госорганам – четыре месяца вместо положенных десяти дней. В случае отказа субсидирования ответ должны были дать в течение трех суток. Этот случай подчеркивает важность защиты прав каждого гражданина и показывает эффективность государственного контроля в сфере государственных услуг. Департамент призывает всех, кто столкнулся с неправедливостью, обращаться к нам в департамент по адресу город Кустанай, улица Касмханова, 34, по телефону доверия 39-3165, а также с помощью онлайн-сервисов Сотрудники департамента продолжают отслеживать работу государственных служащих, а также контролировать правильное распределение государственной казны. Айжан Каламбаева, Руслан Джабаев, Телеканал Кустанай.